Привет! Это программа День Вместе. С вами я, Фанта Дёпа. Это значит, что ближайшие 30 минут мы посвятим нашему здоровью, питанию и отличному настроению. Сегодня в программе тренировка на мышцы живота. Приблизимся к здоровому и подтянутому телу вместе с тренером Пилатес Ириной Гончаровой. С кулинарным экспертом Людмилой Кафановой приготовим полезный и питательный смузи. Ну что ж, вот и пришло время позаниматься. Сегодня мы в студии Пилатес и прекрасная Ирина проведет с нами наверняка какую-нибудь невероятную и полезную тренировку. Пилатес представляет собой серию упражнений в медленном темпе. Сегодня Пилатес рассматривают как метод для эффективной подтяжки фигуры, оздоровления суставов, снятия напряжений и болей в теле, а также для улучшения фигуры. Так, становимся на четвереньки. Это называется поза стола. Поза стола. Все логично. Кто был стол ногами вверх, теперь стол ногами вниз. Ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами, чуть-чуть поуже колени. Так, и представляем, вот как мы лежали на спине, у нас голова, грудная клетка и таз были в одной плоскости, ну вот сейчас точно так же, только перевернулись. Здесь с лордозом бороться сложнее, я хочу сказать. Конечно, ну потому что гравитация, да, она просто и все проваливает. И, собственно говоря, в твоем случае даже поддержание нейтрали будет тренировкой для мышц живота, да? Да, и сейчас Ирина не обманывает. Да, хорошо, но мы сейчас усилим еще эффект. Значит, руки, вот чуть надави руками на пол, прям надавила-надавила. Почувствовала, что от рук можно включить мышцы живота? Точно так же надави на голень, прям полную голень, не только на колени. Почувствовала? Да, почувствовала. Хорошо. Так, теперь, ну, не так сильно, да. Мне кажется, я даже сейчас чувствую вот свой пресс сильнее, чем в планке, когда долго стоит. Ну, в общем-то, это и будет такая планка, но только, ну, модифицированная. Долго мы в ней стоять не будем, мы лучше сделаем ее дробно. Итак, шея продолжает, грудной отдел. Ага, отлично, макушка, как будто все время подталкиваешь потолок. Еще в руку мне немножко. Во, отлично, сейчас хорошо. И вот теперь колени будем отрывать буквально на сантиметр-два и оставаться на пальчиках, на стопе. Уже мы не начнем. Давай, с выдохом. Все, и начинай дышать. Вдох и выдох, да, не опускаясь. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще один дыхательный цикл. Опустим коленочки, отдохнем. Так, три, два, один. Опять поднимаемся. И представляй, что ты стопы тащишь к рукам, как будто коврик хочешь в складочку. Не, 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 они просто остаются на месте. Представляй, чтобы мышцы живота работали чуть сильнее. Опускаем колени, отдыхаем. Еще разок. Давай, давай, давай. Выдох. Но главное сейчас дыши. Вдох, выдох. Голова, вдох. Выдох. И последний. Опускаем колени, отдыхаем. Планка. Это сложнее, чем планка. Мне кажется, сложнее. Я объясню, почему. Да, во-первых, она осознаннее. Когда ты действительно напрягаешь все вот эти вот точки в том направлении, куда ты рекомендуешь. В планке у меня всегда болит поясница. Я стою, стою какое-то время, потом она начинает провисать сильнее, сильнее. И в итоге напряжение туда идет прям такое ощутимое. Но могу в этом случае рекомендовать просто меньше времени стоять. То есть стоять ровно столько, пока мышцы живота работают. Помнишь про разговор наш несколько минут назад? Что когда мышцы живота устают и несостоятельные, и ты провисаешь, и висишь на пояснице. А ну все-таки вес, гравитация. То есть есть смысл гнаться не за временем, как сейчас это делают практически во всех залах компании. А давайте постоим 2 минуты. А давайте кто дольше 3 минуты, 4 минуты. Да и неплохо, если правильно стоять, если не проваливаться в плечах, в плечевой сустав, чтобы не страдал, отталкиваться руками, включать хорошо мышцы живота. Ну и то. То есть лучше простоять меньше, но максимально правильно. Ну 30 секунд постояли, отдохнули. 30 секунд постояли, отдохнули. Сколько раз вы можете так по 30 секунд постоять и отдохнуть? Ну лучше дробно, чтобы и мозг переключался. Ну и вообще-то так много разных планок. Зачем назвать, концентрировать? Кстати, о планках. Давайте сделаем боковую. Боковая, кстати, да, согласна. Косые мышцы живота чуть больше будут загружаться. Спиной ко мне, да, на бочок. Ну тоже один из вариантов, их миллион и тысяча штук. Выпрямляем верхнюю ногу, а нижнюю сгибаем. А нижнюю сгибаем. Да, только посильнее, посильнее, посильнее. И чуть на меня стопу. Так. Рука может быть сначала перед собой. Вот так, для поддержки, для баланса. Стопу на себя. И внешний край, ну как бы в пол. Не обязательно его туда упереть, но стремить. Чуть-чуть поработаем над плечевым суставом. Чуть ближе локоть. Да, уже чувствую. Вот как будто проваливаешься вниз к моей руке, да. А вот теперь отталкиваешься предплечьем. Опять. Провалилась. Чувствуешь, как здесь неудобно? А вот теперь, оп, как бы встала в плечо, да. И отталкиваешься всем предплечем. Последний раз. И оттолкнулась. Хорошую опору в руку поймала. А вот теперь у нас время опереться в ногу и в стопу. И с выдохом дави ногами. Голенью и стопой на пол. И будешь приподниматься. Выдох. Отлично. Вдох. Чуть опустилась. И выдох опять приподнялась. То есть у тебя давление предплечья, голень, стопа. Как тут оно? Прекрасно. Вдох. Дыши, 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 дыши. Выдох. Вдох. Выдох. Последний. Вдох. Выдох. И возвращаемся. С другой стороны. Ладно. Раз уж мы говорим про гармонию и баланс, то пусть будет и с другой стороны. Угу. Так. Чуть колено на меня. Внешне. У нас таз должен вперед податься. Нейтральное положение. Таз, грудная клетка и голова в одной плоскости. Так. Это чтобы было. Даже можно еще локоть на меня сдвинуть. Назад, назад, назад на меня. Еще? Вот. Еще даже можно. Вот. Ну и немножко поработаем, да. Да. Грудную клетку чуть как будто от руки. Угу. Провиснуть, толкнуть. Это мы делаем, чтобы понять, насколько хорошая у нас опора, да, в руку. И фронтальная стабилизация лопатки, чтобы нам позволила встать в эту планку. Ага. Все. Стоп оттолкнулась. И теперь опора в стопу и в голень. Выдох. Вдох. Выдох. О-о-о-о, да. Ну, еще. Два. И один. Ага. И вот теперь скажи, только ли косые работают? Ну, ведь нет. Конечно. Мне кажется, работает вообще вся нижняя часть. Абсолютно верно, да. Да, то есть латеральная линия вся от стопы и будет работать. Потому что мы стопу включили в опору. Вот. Я просто про мышцы живота сейчас. Ну, невозможно работать одними косыми. Да. Да, невозможно работать одной прямой. Они все равно друг с другом социально связаны. Они так или иначе, ну, просто в том или ином процентном сношении будут работать. Угу. А теперь давай встанем. А, мы же живем стоя. Мы же живем стоя, правильно? Так, и что же мы делаем здесь? Упражнение стоя. Угу. И коль уж мы боковую планку делали, давай перенесем этот опыт с включением латеральной линии в положение стоя. Угу. Ну, как всегда, не просто так. Утяжеление, конечно же. Да. Ну, маленький, да, вот такой вот возьму. Вот оно, преимущество тренера. Да, да, так оно и бывает. Конечно. Зачем взяла? Чтобы просто показать, что мы не руками будем двигать, да, а мяч над головой, и корпус будет работать вместе с руками, да. И вот теперь таз стабилен. Можно чуть-чуть подсогнуть колени, ну, если комфортнее. И почувствую при наклоне влево, правой ногой давим в пол. Так. И возврат. Тоже коротенький, да? Вдох. Ага. Помнишь, как на мяче еще делали? Выдох. Угу. Вдох. Нога дает в пол. Выдох. Вдох. Нога дает в пол. Ребро уходит от таза. А потом в таз возвращается. Последний. В другую сторону. В другую сторону. Теперь левая нога дает в пол. Так. Выдох. Ребро левое из таза. Вдох. 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 Угу. Две ноги стоят симметрично, ровно. Они обе толкают пол. Но когда... Но все равно на одну сторону, да? Еще и мяч. Ничего себе. Так. И последний. И вдох. И выдох. Ух. Как бы хотим быть красивыми максимально, поэтому будем делать симметрично. Ну, тогда опять. Да. Так. Другая плоскость, да? Если это фронтальная плоскость, движение позвоночника сагитальная. Как вспомним детство. Так сказать, знаешь, на физкультуре, в детском саду, ножка назад, а ручки вверх. Не просто так же упражнение. Вдох и выдох. Помнишь на мячике? Да. Ребра из таза. Вдох и выдох. Ага, чуть плечи вверх. Вот, да. А ножку отставлять, да? Чуть-чуть назад. Раз, чтобы разгибание было в тазобедренном суставе. И обратно. Выдох. Мышцы живота возвращают. Да, то есть мы не руки уводим, а? Нет, нет, не руки. Ребра из таза. Мышцы живота под нагрузкой растягиваются, и они же возвращают обратно грудную клетку к тазу. И еще пару раз. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. И выдох. Так. И горизонтальная плоскость движения, да? Это та, которая задействует косые мышцы. Ну, тоже достаточно логично, да? Можно опустить пониже. Ага. Прям вот перед собой. Нагрузку на, что мы, на дельты, по-моему, сейчас, да? Ну, чуть-чуть. Небольшая, да. Немножечко. И ногу будем отставлять не назад, а чуть диагональ. Отставляем ногу в диагональ. И мячик разворачивается. И возврат, да. Только таз будем стараться держать стабильным. Нога. На меня, на меня нога. Раз. И возврат. А чуть присядь на опорной ноге. Вот, да. Оп. А, присесть лекция. И возврат. Ну да, конечно. Можно повозюкой ногой по полу. Если некомфортно, чувствуешь себя не очень уверенно. Ага. И таз вставляем на месте. И еще два. Таз на месте. Оп. Угу. Таз на месте. Ну и как водится в другую. Обязательно. Так. Чуть мягкая правая. Уводим ногу в диагональ. Оп. Угу. И еще. Вдох. Выдох. Вспоминая тот вот опыт, да, когда на мяче ребро уводили из таза. И возврат. Ух. Еще два. Ага. Вдох и выдох. Таз стабильный. Вдох и выдох. Ура. Ура. Модный нынче 3D фитнес, да, все проекты. Да, это вот и есть 3D фитнес, да, про который говорят, когда мы работаем во всех направлениях. Да, да, да. Ну это такой очень хороший маркетинговый ход. На самом деле, ну мы так живем, да. То есть это максимально анатомически правильное движение, да, которое мы применяем в жизни. Еще бы сочетать, да, наклониться, а потом скрутиться. О, это уже следующий этап. Ну что ж, дорогие друзья, надо освоить вот эту вот базу, так сказать, начало 3D фитнеса. И будем наверняка двигаться дальше. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, повторяли и работали над тем, чтобы стать лучше. Оставайтесь с нами на телеканале ТВ. Буберния, впереди одна польза. За помощь в организации съемок спортивной рубрики благодарим студию «Арт Пилатес». Кстати, о пользе. Пришло время закрыть углеводное окно. Вместе с ведущей программой отправляемся на кухню. Итак, наш день вместе, как всегда, на локации вот такой прекрасной кулинарной студии с нашим великолепным кулинарным экспертом Людмилой. И сегодня мы будем готовить что-то питательное, судя по тому, что я вижу, собственно, перед собой. Правильно, Людочка? Питательное. Питательное. Хорошо. Витаминное. Назовем это питательное. Да, да. Что будет? Рассказывай. Это будет то самое смузи. Смузи. Отлично. Что нам понадобится для этого напитка? Для приготовления питательного напитка нам понадобятся апельсины, желательно сладкие, один большой грейпфрут, бананы, клубника замороженная и финиковый сироп. Нам понадобится. Как мне, честно говоря, не нравится, когда говорят нам понадобится. Ну, и сдержки, знаешь. Значит, мы хотим попробовать положить грейпфрут, хоть он и горчит, но мы попробуем его положить, потому что он красивый. Да, даже мой сын сказал, что за апельсин красный. Что за красный апельсин. Да, значит, бананы. Те самые, для чего бананы? Для вот этой вот текстуры. Для вязкости. Да, ну, чтобы это смузи было у нас такое, такое плотное. Да, да. Апельсины все-таки для вкуса. Чуть-чуть мы положим. Это такая основа будет апельсины. Да, чтобы они нам сок дали, да, вот эту влажность нам дали. Мы не добавляем ничего, ни молоко там, хотя могли бы добавить. А вообще, скажи, в твоем понимании смузи, это что? Я вот думала, что это скорее, наверное, с добавлением йогурта или молока, такой коктейли-подобный напиток, нет? Это коктейли-подобный напиток, но что йогурт, что молоко, не обязательно. То есть это вариант. Мы с тобой сегодня попробуем сделать такую, как бы, основу, да? Такую, из всех продуктов, которые есть у каждого в доме. Я думаю, ну, не выбрать грейпфрут, он у всех хранится. Не будем, не будем. Апельсины у нас у всех есть, да? Ну, частенько. Этот банан. И у нас еще в морозилке лежит замороженная клубника. Я думаю, у многих она есть, как бы, летом. Вообще, счастливый обладатель дачного участка Людмила, теперь став дачником, считает, что это вполне нормально, если у вас есть замороженная клубника, малина или выращенная мята. Но знай, не у всех людей есть дача. Ну, есть у соседей, кстати. У моей соседей частенько приезжают в дачу и говорят, возьмите, у нас очень много. И я этим пользуюсь. Тогда я научу наших телезрителей и тебя. Такому лайфхаку. Ну-ка, давай. Вот, например, не обязательно иметь дачу. Купили вы клубнику в сезон, как я это делаю. Она хороша, когда она свежая. Буквально вот ты ее принес, она уже на следующий день уже начинает в холодильнике и портиться. Ну, мягко становится. Я беру просто, взяла вот эту клубнику. Мы вот поели, осталось там немножко. Я положила в пакетик, в морозилку закинула. А как ты замораживаешь? В пакетике или по одной ягодке, а потом, когда она замерзнет, всыпаешь? Просто я взяла, ну, вот эти вот с зипами, да, этот. Пакетики. Да, просто покидала. Или бывает еще какой-то, например, я клубнику принесла в пластиковом контейнере. Я ее вот в этом же контейнере закинула, в пакет положила, я закинула в морозилку. Контейнер в пакет и закинула в морозилку. И потом с благодарностью вспоминаю об этом зимой. Прекрасно, прекрасно. Слушай, ну ладно, ты мне скажи, перед тем, как выдумать этот напиток, ты как-то ознакомилась с тем, какие ингредиенты вообще можно совмещать в сыром виде? То есть смузи – это же напиток в сыром виде практически, да? Это могут быть фрукты, ягоды, овощи, ну, база. Ты знаешь, что можно сочетать друг с другом? А что нет? Нет. По наитию? Да. По вкусу. Наития тебя еще ни разу не обманывала. Ни в разу. А если вы боитесь экспериментировать и подбирать продукты, которые будут гармонировать самостоятельно, то вот вам подсказка. Ладно, хорошо, с чего мы начинаем? Так, начинаем с того, что мы чистим апельсины. Прекрасно. Ну, я не люблю чистить апельсины, фан. Ты можешь? Ты вообще не любишь ничего чистить, поэтому я возьму на себя эту роль. Так. Ну, я почищу банан. Окей. Мы будем, скажи мне, разрезать бананы. Кстати, да, вот те же апельсины. Мы же не целые их бросим. Я хочу, чтобы ты не чистила, смотри, а прям срезала, да. Прям вот так вот. Шкурку? Хотела показать тебе. Да, почему? Потому что вот эта белая часть, которая, когда мы делаем салаты, мы тоже ее... Она горчит. То есть... Да. То есть и она грубая, и горчит, поэтому мы, когда используем апельсины, ну, я же еще раз повторяю, в салате, да, мы просто срезаем ее. А я очищу так, что оно не будет. Ну, кстати, это хорошее. Видишь, как он чистится? Не все же так. Вот, например, грейпфрут так не почистится. Просто не все умеют, Людмила, чистить апельсины. Тогда вот я, кстати, тоже умею чистить. Все цитрусовые мне сегодня, да? Итак, сегодня оставляем только ведущую в нашей студии, в кулинарной, а Людмила отправляется отдохнуть. Всем спасибо. Все свободны. До свидания. Смузи – это прекрасный перекус или даже замена одного блюда, если вы пытаетесь избавиться от лишнего веса. Но помните, скорее всего, напиток будет малокалорийным, так что все-таки лучше добавить туда что-то для утяжеления, например, орехи или сухофрукты. Не чист, ничего, сказала мне Людмила, потому что мы уже увлеклись. Что ж, мы подготовили грейпфрут, сняли с него белую вот эту вот пленку, потому что она может горчить. Почистили апельсины, постарались тоже максимально, конечно, избавиться от цедры, но посмотрим, как пойдет. Дело за малым. Бананы, Людмила, они сегодня на тебе. Да, надо взять и почистить. Можно, да? Спасибо. Кстати, ты знаешь, пока ты чистишь бананы, я тебе открою небольшой секрет. Мы сегодня перед съемкой обсуждали, в каком же из блендеров приготовить банан. Так, ой, не банан, а смузи. Так вот, все-таки считается, что лучше всего готовить этот напиток вот в таком блендере-стакане, а не погружным блендером. Потому что, во-первых, более гомогенная масса получится, да? Вот, и, конечно же, лишние продукты не останутся на инструментах. А мы, люди, экономные. В хорошем смысле этого слова. Рассказывай, ты на глаз кладешь? Да нет, я, знаешь, что стою, думаю, что сколько у него мощности хватит, если мне еще положить этот второй банан и все апельсины, как бы пробьет он или нет? Люд, скажи, ты пропорцию определяешь на глаз или у тебя уже есть какая-то заготовка? Есть пропорция. Значит, на один банан два апельсина. На один банан два апельсина. И грейпфрута сколько захочешь, и клубники тоже сколько взбредет. Или сколько есть в морозилке. И грейпфрута, и клубники, как вот этот вот известный мем, да, вот так вот, бжик, немножечко для вкуса. Нам нужна клубника. Пока ты добрасываешь сюда ингредиенты, отправлюсь за твоей заморозкой. Ну что ж, мы добыли вот эту вот клубнику. Она кажется невероятно красивой и свежей, потому что мы ее, собственно, погрузили в воду. А так она была заморожена с налетом, таким небольшим сынием, да. Она, кстати, леденющая, то есть может играть роль льда. Я вот, ты опередила меня, я хотела спросить, оставим ли мы вот эти вот зеленые, как это называется правильно? Хвостики. Ну, ладно, пусть это будут хвостики. Оставим ли мы вот эту вот зеленушку и будем ли употреблять смузи вместе с ней или срежем? Ты ее срезаешь. Нет, ее вообще не употребляют, если что. Ее только на десерты, для красоты. Ну ладно, нет, значит нет. Хорошо. Мы на финишной прямой, и я уже чувствую, как скоро я вот употреблю этот полезный напиток. Скажи мне, пожалуйста, ты будешь добавлять туда мед, сахар или какие-то, может быть, сироп какой-то, какие-то подсластители? Потому что у нас получается достаточно кислая смесь. Мы еще, кстати, не знаем, какая клубника, кислая или сладкая. Ну, неважно, мы все равно будем подслащивать. А, то есть мы все равно подсластители. В хорошем раскладе это мед. Ну, как бы не в хорошем, а как бы в обычном раскладе. Опять-таки мы говорили про продукты, которые есть у наших... Ну, уж мед есть у каждого. Все, вылила до капли. Вообще получилось красиво, я вам хочу сказать, товарищи. Получилось очень красиво, вы хотите просто оставить так и фотографировать. Но не будем отвлекаться, поэтому давай закрывай, ставь на базу и взбивай. Так, Людмила, мы с тобой все-таки добились вот такого вот, глянь, какой-то коралловый цвет получился. Что вот это вот у нас с тобой? Не мед, из твоих слов я так поняла. Не мед, а что? Финиковый сироп. Финиковый сироп. Сколько мы добавляем финикового сиропа? Он очень полезный. Он очень полезный. Да, а он сладкий? Очень или это такой? Сладкий, ну как мед. А, то есть он прям сильно сладкий. И такой густой, и такой матовый. Интересно. Дай понюхаю. И пахнет очень терпко. Как гречишный мед. Ой, я боюсь, что я сейчас промахнусь. А ты прицелься как следует. Посмотри, профессионализм. Профессионализм, он как бы... Ну, для этого специально отвешьте это. Типа предназначено. А я всегда думала, для чего это? Клянусь тебе вообще. Яйцо добавить. Ну, например, ты что-то делаешь, например, там, ну, и нужно добавить следующий ингредиент, например, там, или сладости. Если честно, когда однажды у меня в блендере снялась вот эта штучка, я подумала, что он просто неисправен. Куда мне его идти? Оп. Вот так. Итак, наш напиток уже готов. Предлагаю, собственно, уже разлить его по стаканам и вернуться к нашим зрителям и поделиться впечатлениями. Ну что ж, я рада, что наконец-то я пообедаю. Наконец-то я пообедаю, потому что вот такой вот напиток может действительно заменить прием пищи. Тем более я стараюсь немного сбросить. Пробую. Ммм. Ммм. Хорошо. Я тебе хочу сказать, что вообще не чувствуется, что здесь что-то цитрусовое. В том плане, что нет вот такой вот кислоты, резкости и горечи, кстати, от грейпфрута. Ты чувствуешь? Вообще нет. Достаточно сладкий, но стоит еще отметить, что апельсин у нас был сладкий, он был не кислый. И, конечно, вот этот вот сироп достаточно такой насыщенный по вкусу. Что я хочу сказать? Очень сытно. Я сделала один глоток, он тянется тяжело. И я уверена, что правда можно заменить одно блюдо и не добавлять сюда ничего более калорийного, как там орехи, сухофрукты. Или, может быть, некоторые используют белковые какие-то смеси. Одним словом, хватит болтать, пробуйте делать вот такие полезные напитки из того, что у вас есть дома. Не забывайте ориентироваться на таблицу фруктов и овощей, которые нельзя друг с другом миксовать. И, конечно, оставайтесь на телеканале ТВ Губерния, потому что у нас одна польза. Это была программа «День вместе». Следите за нами в соцсетях, смотрите на сайте tv-gubernia.ru. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»